Политика, экономика, идеология и религия, культура страны всегда находятся в некой зависимости друг от друга, и если один из элементов доминирует над другими, то вектор развития общества меняется, и государство начинает отклоняться от взвешенного равномерного пути развития. Все современные передовые государства достигли своего успеха во многом благодаря гармонии, которой удалось достигнуть между этими сферами человеческой деятельности, и все отстающие страны находятся там, где они есть, благодаря перекосам, нарушившим равновесие внутри страны. Россия всегда была жестоким идеологическим, религиозным, тоталитарным государством. Религиозная идеологическая доктрина всегда давлела над всеми крупными сферами, являлась определяющей для них. Политика, культура и даже экономика России находились под неусыпным контролем церкви. Если Европе удалось уйти из-под ее обременяющего контроля, то на России за последние столетия ситуация лишь усугубилась. Запад выбрал свой вектор развития, ориентируясь на науку, прогресс, право, свободу личности. Россия пошла по обратному пути «духовности», отказавшись от всего бесовского, назад к природе, в пещеру. Запад построил свое экономическое чудо на охране прав собственности каждого гражданина страны. И в его системе ценностей благосостояние общества зависит от благосостояния каждого. Россия как отрицала право собственности граждан изначально, так и отрицает сегодня. В понимании Кремля все, что есть на России, все движимое и недвижимое имущество, земля, недра, звери, птицы и даже люди, они же рабы. Это собственность поставленного или одобренного церквью монарха, пускай и носящего светский титул сейчас президента. У принадлежащих господину рабов ничего своего по определению быть не может, а потому государство и охраняет лишь одну собственность самого царя-батюшку, ну и его опричников заодно. После того, как в 1613 году церковь окончательно захватила на России власть, посадив на трон первого подсадного царя из династии Романовых Михаила Федоровича, тут же была издана одна из высочайших грамот, содержавшая обязательное к исполнению требование одолжить государству денег с припасами и пространное обещание вернуть, как только, так сразу. Новопричники получили разрешение изымать все, что понравится, а назад никто ничего не получил. Ибо царь никогда никому ничего не должен, наместник Бога на земле, как-никак. Первый из московских самозванцев, кто осознал весь ужас положения и попытался хоть как-то догнать Европу, был Петр I. Он единственный из тогда еще московских правителей, набрался храбрости и покинул место добровольного заключения, отправившись знакомиться с ужасами западного мира лично. Увиденное так ошарашило его, что вернувшись, он просто с каким-то невиданным доселе порывом набросился на спрута, окутавшего Московию церковь. Он сверг теневое правительство страны-патриархию и сделал себя главой государства. Его реформы значительно сместили в вектор развития страны, но сути ее не изменили. Московия, ставшая при нем Россией, как была, так и осталась средневековым болотом. Ну, может, слегка приукрашенная западными нарядами. Следующей точкой излома российского экономического пути многие считают отмену крепостного права форменного рабства. Оно якобы раскрепостило Россию, приблизило ее к западу. Но так ли это было на самом деле? В середине XIX века на России царил самый натуральный экономический кризис. Проигранная Крымская война – огромный бюджетный дефицит, который составлял 18% в расходной части и покрывался за счет внутренних и внешних займов. Не урожай последних лет, да и целая череда неудачных экономических реформ и преобразований, отказ от либерализации внешней торговли, загнали Россию в тупик, выхода из которого не было. Тогда-то и была задумана реформа, целью которой было не раскрепостить крестьян, а заставить их самих выкупить себя из рабства. Тем более, что срочно необходимо было найти деньги и на очередную войну за царь Град. Крепостные крестьяне, получившие право свободных сельских обывателей, могли немедленно выкупать собственность усадебные наделы за установленную законом весьма и весьма высокую цену, превышавшую рыночную в среднем на 59%. На самом деле, выкуп означал ипотечный кредит, но не деньгами, а землей, с последующими денежными погашениями. Таким образом, крестьяне расписались в получении от государства суды сроком на 49 лет под 6% годовых, обычные земельные суды выдавались в среднем под 4%. Москва не дала вольную, а обязала рабов в течение нескольких десятилетий уплачивать проценты и погашать основную часть долга, введя по сути дополнительный и, что немаловажно, одобренный обществом налог. Что-то изменилось после 1917 года, когда после вооруженного переворота власть в стране захватили большевики? Конечно же, нет. Большевики сделали финт ушами, раздав крестьянам землю и тут же отобрали ее, не забыв при этом заново закрепостить сельских жителей в колхозы. Рассказывать про индустриализацию особого смысла нет. Никакого экономического чуда не было. За деньги, вырученные от продажи украинского хлеба и остатков царской роскоши, Сталин начал строить самую большую в мире фабрику по производстве оружия и ничего больше, собрав при этом на России лучших технологов США, Италии и Германии. Да что рассказывать, посмотрите на этот шикарный график, живо демонстрирующий, насколько ущербна кремлевская власть. Настолько безграмотна она всегда руководила огромной страной. Обратите внимание, что ВВП России 1900 года буквально равняется ВВП СССР 1933 года, и это при том, что показатели США тогда из-за Великой депрессии просели. И это явно указывает, что российская экономика не взаимосвязана с мировой, что кризис этот – перманентное состояние экономики России. Данных по СССР за период 41-45 нет, но можно совершенно точно подметить, что лишь только благодаря помощи США удалось Сталину избежать разгрома. США буквально спасли Россию от завоевания, прикрыли ее как грудью своей экономикой. Очень жаль, что на графике нет данных по Германии. Было бы очень интересно увидеть настоящее экономическое чудо в цифрах, в частности, как за период с 1933 по 1939 год ВВП Германии стал больше, чем в совокупной ВВП США, Великобритании и России вместе взятых. Как видите дальше, рост экономики СССР начинается примерно с 1946 года и достигает своего пика в 1990. Дальше опять провал. И лишь в 2006 году России удается выйти на собственные показатели 1990 года или показатели США 1941 года. Показатели России 2000 года равны показателям США 1880 года. Что опять же говорит о том, что никакой экономики на России нет. Все успехи России взаимосвязаны с ростом цен на нефть и ростом спроса на нее. Экономика России – это экономика бензоколонки, ларек по торговле украденными у народа углеводами. Никакие пятилетки, никакие плановые экономики, никакая из них не повлияла на ее успешность и только торговля нефтью и газом позволила кремлевским экономистам в кавычках сделать вид, что страна достигла определенных успехов, в то время как их попросту не было и нет. Да, что еще тут можно добавить. Экономический кризис – это проблема для мировой экономики. Российской экономике никакой кризис не страшен, потому как это ее стабильное состояние. Она никогда из кризиса не выходила. Олег Числавский, экономист Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова